На Руси праздник был введен осенью 1164 года, когда великий князь Андрей Боголюбский повелел праздновать Покров день по всей русской земле. Сказывают летописцы, что во время военного похода отдыхал князь в шатре и по обыкновению своему читал древние предания. Его взволновало описание чудесного видения, которое произошло в начале 10 века. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является, по сути, своим воспоминанием о событии, которое произошло во Влахернском храме, по всей видимости, в момент борьбы Византийской империи с сарацинами-мусульманами. В храме ночью, во время всеночного бдения, чудесным образом явилась Пресвятая Богородица, увидеть которую было дано далеко не всем. Увидел ее прежде всего святой Андрей и его ученик святой Епифани. Божья Матерь сняла со своей головы амафор и простерла его над молящимися в храме, таким образом даровав свою молитвенную защиту. В честь введенного в святцы праздника в том же веке появилась Каменная Церковь Покрова на Нерли. Она и по сей день радует сердце всякого человека, взирающего на эту наполовину земной, наполовину небесный храм. Величественные и скромные, воздушные и монументальные. Сотни церквей во имя Покрова Пресвятой Богородицы раскинулись на бескрайних просторах России. Особенные иконы посвящены празднику. Стоит отметить, что традиция изображения Покрова в иконографии появилась именно на Руси. Существует два подхода к изображению этого чуда – новгородский и суздальский. В Рязанском художественном музее можно увидеть, чем они отличаются. Иконы новгородского круга или, скажем так, тяготеющие к новгородской иконописи, отличаются особенной свободой, декоративностью, иногда подчеркнута народной трактовкой образа. Амафор держит ангела над головой у Пресвятой Богородицы. Сама она застыла в позе оранты – одном из самых древних вообще изображений не только Богородицы, но и в принципе человеческой души, предстающей перед Богом. В то время как суздальский извод Покрова Пресвятой Богородицы, как правило, включает в себя изображение Пресвятой Девы, которая держит Амафор в своих руках. Еще 100-200 лет назад люди мерили события года и жизнь на до Покрова и после Покрова. К этому дню заканчивалась жатва, хлеб убирался в закрома, начиналась пора осенних ярмарок, свадеб и отдохновения от трудов праведных. Значит, впереди что-то новое, дарящее надежду на перемены к лучшему в жизни каждого человека. Мы должны всегда обращать наш взор к первоисточнику, потому что Покров Божией Матери является вот тем нашим покровителем и у каждого из нас, но и всей нашей страны. И особенно в эти дни, когда ведь нашу страну, весь мир охватило непростое время. На Покров 14 октября, как правило, нет поста. А когда этот день попадает на пост на и среду или пятницу, разрешается послабление в виде рыбы. Если же говорить о народных традициях праздника, то этот день символизировал окончание сельскохозяйственных работ и начало сезона свадеб. Замечено, что часто в этот день выпадает первый снег, хотя в этом году погода стоит на удивление теплая. В пятницу приходит пастурная погода с похолоданием. Температура днем плюс 11 градусов, ночью опустится на плюс 5 градусов. После обеда и до вечера ожидаются осадки. В субботу еще прохладнее, днем до плюс 9, ночью плюс 5 градусов. А в воскресенье днем плюс 8 градусов, ночью плюс 3. И в конце недели возможно появление первых снежинок. Белый снежный покров на земле имеет к празднику отношение второсипедное. А ведь по церковному покров – это покровительство, заступничество Девы Марии за всех перед Господом. Ее готовность прийти на помощь в любых обстоятельствах, даже самых безысходных. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».